Депутаты Госдумы от фракции КПРФ готовят законопроект о патриотическом подоходном налоге для россиян, зарабатывающих более 1 миллиона рублей в месяц. Как рассказал корреспондент Информ24 глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев, налог в 50% коснется и многих депутатов Госдумы. В конце октября соответствующие поправки в налоговый кодекс должны быть внесены в Нижнюю палату парламента. В социальном плане бюджет ужасный. Правительство предусматривает возможность сокращения серьезных расходов на социальную сферу, на образование, медицину, культуру, дороги, на оказание помощи регионам и так далее. Хочется задать вопрос правительству, каким же образом они собираются выполнять указания президента нашей страны о том, что медицинные образования у нас были, остаются и будут оставаться бесплатными. Если до 30% собираются урезать и те скромные расходы на медицину, которые сегодня заложены в бюджет. Нужен поиск дополнительных источников финансирования. Хочу сказать о том, что мировой опыт говорит о том, что существует целый ряд возможностей пополнить бюджет для решения социальных вопросов. Например, президент США Барак Обама, когда возник вопрос о необходимости установления бесплатной медицины, бесплатного образования для всей страны, он обратился с патриотическим призывом ко всем богатым людям, сверхбогатым людям, предпринимателям, заявил о том, что решив вопрос о введении бесплатного образования и медицины, во многом это решение для будущего страны. Наверное, наступил период и нам обратиться с патриотическим призывом к нашим богатым людям с просьбой оказать помощь государству для решения социальных вопросов. Мы считаем, что такими богатыми людьми в нашей стране, и социологи говорят об этом, являются люди, которые зарабатывают более 1 миллиона рублей в месяц. То есть мы предлагаем до миллиона рублей оставить тот же 13-процентный налог, который сегодня есть, а свыше миллиона рублей 50% от суммы, которая превышает миллион рублей. И с учетом того, что среди наших коллег в Государственной Думе, в Единой России, очень много людей, богатых, состоятельных, патриотов, которые неоднократно заявляли о поддержке всех инициативе нашего президента, значит, и по Украине, и по социальным вопросам. Я думаю, сам бог им велел в первую очередь воспринять этот патриотический призыв и поддержать нашу инициативу в введении такого налога. Сама идея заключается именно в том, чтобы привлечь дополнительные средства в наш бюджет для решения вопросов, связанных с обеспечением бесплатной медицины и образования в первую очередь, и решения тех социальных вопросов, которые накопились в отношении наименее защищенных слоев нашего населения, многодетных, студентов, инвалидов, пенсионеров, детей войны.